Добрый день, дорогие друзья Добрый день, дорогие друзья Ну, сегодня у нас несколько праздничных поводов Один, правда, грустный, но они в последнюю очередь Значит, ну, во-первых, День защитника Отечества Который, значит, у нас стал специальным праздником И даже выходным днем, который сейчас, по-моему, заживали, да? Но, правда, говорят, что его прибавят к пенсии, да? Вот, есть надежда Во-вторых, значит, сегодня, так сказать, еще один почти военный праздник у евреев Но коварные евреи, они у них, как всегда, значит, и военный праздник получился боком Дело в том, что сегодня Пуриум Первый день праздника Пуриум, когда, чё ты когда, я не знаю Там мне даже именно царей перепутали Я сегодня пытался определить, какой же это был царь Вот, то ли это был Ксеркс, то ли это был Атаксеркс Но из-за того, что древняя Персия у нас не очень хорошо изучена Ну, в общем, короче говоря, там при нем был Бизель, который зовут Аман Такой, в общем, деятельный был человек, который ненавидел евреев и решил всех уничтожить А, значит, евреи, как всегда, действовали коварным образом через женщину Мало того, что это там Едиф и Лаферна, так сказать Или там Дарила, бедного Самсона там и прочее А тут было то же самое, они подсунули этому царю красавица Эстер Естественно, в диалоге Эстер-царь, или там Аман-царь Победила ночная кукушка И после первого указа Эстер в день евреев, так сказать Было все наоборот, и началась война В которой евреи вышли победителями И вот это, значит, сегодня тоже отмечается В-третьих, я не знаю, как определенно сегодняшний вижен Но это, как поется в русской народной песне Последний тонечный денечек Гуляют с вами друзья Потому что я сейчас нахожусь на пороге Довольно серьезного возрастного рубежа Я даже не думал, что я до него дотяну Вот, поскольку 20 марта мы должны исполниться 80 лет Если все будет хорошо, я буду дотяну Спасибо, я очень трону к вашему участию Но я думаю, что будет лучше, если вы придете сюда Когда это уже завершится У меня здесь, значит, будут два мероприятия Концерт мой, юбилейный, будет 23-го Да, правильно, правильно? 22-го, так сказать, там будут всякие другие люди выступать Ну и я называл этот наш Петерич сегодня Прощание с юностью Потому что мне пока, я еще очень молод Мне еще пока 79 лет, правда? И это очень... Спасибо При наших порядок уже цифры не тот, как бы Тут я где-то недели три назад приходил какой-то водопроводчик Я там подписывал документы ему И там паспорт надо заполнить или оплачивать что-то надо было А вот, так что, вам 79 лет, ребята? Слушайте, вы еще сами ходите? Я так был удивлен Но, неважно Но, самые смешные вещи Давайте я долго не говорить буду Сейчас поем традиционную одну песню С которой мы все начинаем все наши концерты Если не я говорю, кто-то здесь первый раз Я с удовольствием могу представить Много многолетнего спутника По песне, который давно уже стал автором Тем более, что именно он является Составителем нотных строчек Всех моих нотных изданий Которые были, есть и, надеюсь, может, еще и будут Александр Николаевич Костромин Вот Ну, все-таки начнем, так сказать Сколько лет этой песни, мне нужно сказать? Она 58-го 58-го года, но она вообще... Ей 55 Ей 55, она, наверное, помоложе Тихо по веткам чушит снегопад Случай трещат на огне В эти часы, когда все еще спят Что вспоминает цепь? Я бы далекого троси Давние письма домов Солнце чахуточных солнцем Быстро сменяется осень Долгой, наверное, зимой Снег, 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 снег Снег над палаткой кружится Снег, 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 снег Тихо на тундру ложится На берегах замерзающих рек Снег, снег, снег Над Петроградской, твоей стороной Бьется веселый снежок Встыкнет в ресницах Звезды озорной Клянчет пушинь пилот Тронул задумчивый имей Голос твоих светлых прядь И над полевами глини По ленинградскому сине Вечер спустился опять Снег, 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 снег Снег за окошком кружится А он не коснется твоих сон Но вот и клет Снег, 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 снег Что тебе, милая, снится Над тишиной замерзающих рек Снег, снег, снег Вдолгое сердце твое с берегу Ветер поет на пути Через туманы, морозы, пурпур Мне на тебя не дойти Вспомни же, если сброснется Наших стоянок огней Плой пешком, как придется Песня к тебе доберется Даже в неленые дни Снег, 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 снег Снег над тайгою кружится Вьюга заносит следы На больших столей Снег, 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 снег Пусть тебе начат ресницы Салит из солнца в акзарный пион В завтрашних дней Снег, снег, снег На больших столей Снег, снег Снег На стартиске, у него много гитары, мало голоса А у вас там как слышно? Нормально? Может мне немножко добавить голос? Нет, нет, нормально Нормально, да? Хорошо, как скажете Ну вот, а тут, значит Понимаете, я эту байку уже рассказывал по поводу своего возраста, но тут к ней добавились много подробностей, я рассказал, по-моему, как-то раз. А, кстати, кто здесь в первый раз? Подавите руки, пожалуйста. А, ну есть, есть народ, и вам будет интересно. Вот, вот, спасибо тебе большое, девочки, 10-15 лет. Это мне напоминает, как несколько лет, 6-7 лет назад телевидение делало программу, применяют, а еще в Политническом музее были концерты авторской песни, когда сейчас авторская песня, там всегда выглядели, по-моему, из московских концертных залов. Вот, вот единственное место, где можно услышать авторскую песню. А где еще? В Альма-Матре там большой перекос пошел в попсы, ребята, я там перестал выступать. Не только она, но вот меня там уже нет, потому что на меня там человек 5-6 ходит. Вот, так что... Ну, вот видите, не знаю, пока не меня, ни тем более, группу Костромина, которые замечательные вещи, значит, споем вместе, да? Вот, никуда особо не зовут. Ни в дом музыки, ни в дом ученых, ни в дом художника, ни тем более и так далее. Поэтому, я так понимаю, что идет постепенное вытеснение авторской песни с замещением ее русским криминальным шансоном, который пользуется блестящей популярностью. Ну, не у нас. Ой, слава богу. Ну, в следующий раз вам, возможно, выйти сюда и рассказать свою позицию. Хорошо? Спасибо. Так вот, так вот, значит, год назад примерно в городе Казани, замечательно, вот я читал лекции в университете по своей социальности, был концерт, и на концерте я получаю записку вот такую, кстати, как она уже. Уважаемый Александр Васильевич, не кажется, что авторская песня сегодня окончательно выразилась. Поет под минус, поет под плюс, вместо теклов какие-то пошлые подсовые тексты, и дальше какое счастье, что вы до этого не дожили. А позавчера, я эту историю рассказал сейчас в городе Уфа, где мы с Симуром Лидерниковым выступали, да, в большом учебном зале, на тысячу лет, а позавчера я получаю вот на этом концерте записку. Явно девицы написано, там даже написано «Корейничка ведущая в никуда», и после, то есть, «Да, вы Александр Моисеевич, вы прелесть», и дальше, «И ни капельки вы не умерли», потому что это обнадежно. Значит, я что могу сказать, что, значит, сегодня у нас все из тем событий, о которых я говорил, начинаем все-таки с праздника защиты Отечества, хотя, как всегда, у нас в истории все там, вроде этого 4 ноября, день фашиста, которые у нас как-то иначе называются, предназначенное примирение, что якобы поляков из Москвы их знали, все вообще было не так, на самом деле, в Москве в смутном времени не было. Тут тоже было не совсем так. Я вчера прочитал в календаре, что оказывается в этот день, значит, войска Красной Армии нагло разбили войска Красной Армии. Да. А было-то все вообще не совсем так. Отряд простогвардейцев дал отпор отряду немецких, значит, вот этих самых истощенных уже долгой войной и тем, что в Германии назревает революция. Но не будем говорить о точности истории. Так, не начать. Праздник хороший, потому что его праздник должен быть. Люди вспоминают об Отечестве, о том, что надо его защищать иногда. Но не всегда от внешних программ, а от внутренних, но это уже вот детали. Так вот, значит, если можно, я вспомню сначала, у нас обычно концерт по заявкам. Да, сегодня это тоже. И сегодня тоже будет концерт по заявкам, но сначала, если можно, касаюсь этой темы, для меня имеющей прямое, так сказать, ко мне отношение, не потому что я где-то что-то такое воевал, а потому что, ну, значит, я блокадник, я не играется. И кроме того, я 30 работал на оборону для преподобещения нужд нашего славного морского угла, уже в зрелом возрасте, да, плавая на военных кораблях. Так вот, если можно, я вспомню, все-таки, все-таки, военные друзья, если можно, я вспомню, все-таки, вначале, ветер злее и небо ниже на границе двух эпох, вся и доблесть в том, что выжил, что от голода не сдох, что не лег с другими рядом, что беря промерзших тел, что осколок от снаряда мимо уха просвистел. Мой военный опыт жалок в зиму сумрачную ту, негатив я зажигалок, не стоял я на посту. Войнается нередко черно-белое кино, я смотрю и семередко в затемненное окно. Вой снаряда ближе, ближе, но бежишь далеко, вся и доблесть то, что выжил, выжить было негаком. Колыбельная на три такта, отлетающий ста и крик, вспоминаешь про детство такта, это значит, что ты старик. В календарь и на паспорт, нянька, вспоминаю далекий год. Эта песня не громко, нянька, над тобою ночью поет. Эта песня не громко, нянька, над тобою ночью поет. Военный бодрый маршет, молодая шумит листва, Солнце красной косынкой мажет, уплывая за острова. Там костюмы иной эпохи, там газеты свет и пилой. И оркестры глухие вздохи, солоёстка с душным садом. И оркестры глухие вздохи, солоёстка с душным садом. Колыбельная на три такта, возвращает меня позад. На родную мою и таку, в бой покинутый Ленинград. И оркестры глухие вздохи, солоёстка с душным садом. Колыбельная на три такта, у нег Natürlich просматривает меня позади, И оркестры глухие вздохи, солоёстка с душным садом. И оркестры глухие вздохи, солоёстка с душным садом. под видео вспоминаний, называется «Атланты держат небо». Это огромная работа, так сказать, шестилетняя, где есть, ну это, так сказать, моя биография, я жил довольно долго, но не о себе любимом, а о эпохе, в которой я жил. И вот там вторая серия, там есть кадры, там еще на хронике очень интересные и горькие о том, как, значит, немцы в начале блокады разбомбили Бадаевских складов, не играть по наводке шпионов, так сказать, ракетчиков, чтобы он трепетил. Недели первая блокада, бои за Гатчу и МГУ, горят в Бадаевские склады на низком Невском берегу, мука сгорает над районом дым, поднимается высок, красивым пламенем зеленым палает сахарным песком. Скипая вспыхивает масло, фонтан выпрасывая вверх. Три дня над городом негасну печалью этот хереверк. И мы догадывались смутно, горячим воздухом дыша, что в том огне ежеминутно сгорает чья-нибудь душа. И вспоминали обреченно, вдыхая сладкий аромат, что свет задымал этим черным. И наши души улетят. А в город падали снаряды, садилось солнце на залив, и дом сгоревший, рухнул рядом, бульвар напротив заварил. Мне позабыть бы это надо. Да вот представьте, не могу, горят в Бадаевские склады на Аполленном берегу. Спасибо. В 2001 году мне довелось принимать участие официально с российской стороны в открытии самого большого кладбища немецких солдат, погибших на Восточном фронте. Немецкие солдаты, погибшие при осаде моего родного Ленинграда. Это было не очень простое мероприятие. Это, значит, Салабуба, деревня Дальпат-Синяянских высот. И мне особо не за что было любить Германию, тем более, что тут есть еще один фильм, как то, что я блокадник, это называется «В поисках видиша», который полистывает обещание судьбе моей семьи, которая полностью была уничтожена во время Холокоста в Могилеве и других городах Белоруссии. Этот фильм, кстати, если кто его не видел, он очень, достаточно интересный. Он сантитрован по-английски, потому что три года назад он в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, в Нью-Йоркном фестивале, документальная пиона, взял первое место в мире. Тем не менее, я принимал в этом участие. И там, на выставке детских рисунков, меня поразил один рисунок. Девятилетняя девочка нарисовала рисунок. Там на этом рисунке, значит, такой бугоровочек зелененький и две могилы рядом. Одна немецкая могила, крест черный, на нем пробитая каска. И рядом такая тумбочка с красной звездочкой нашей. И пробитая пилотка. А вокруг птички поют, земель распускается в мир. Меня поразил этот рисунок. И когда я увидел, я помню, что настала другая эпоха. Эпоха примирения. И тогда я написал такую песню, которая дала название этой второй серии. В этом ленинградские дети рисуют войну. Ленинградские дети рисуют войну на исходе двадцатого века. Им не надо бояться бомбежки ночной. Сухари экономить не надо. Их в эпохе и той обойдет стороной. Подобтое слово блокадо. Их в эпохе и той обойдет стороной. Подобтое слово блокадо. Ленинградские дети рисуют войну на исходе двадцатого века. Завершились подсчеты взаимных потерь. Поизметилось время глоня. И противники бывшие стали теперь ленинградской горючей землей. И противники бывшие стали теперь ленинградской горючей землей. Снова жизни людские стоят на кону и не вычислить завтрашних судеб. Ленинградские дети рисуют войну и нелетские дети рисуют. Я хочу, чтоб глаза им одними впредь не склепило военная юга. Чтоб вместе им петь, чтобы вместе иметь. Никогда не стеряя друг друга. Чтобы вместе иметь, чтобы вместе иметь Никогда не стреляя друг в друга В камуфляже зеленом ухмеля в плену Тянет руку к машине коллега Ленинградские дети рисуют войну На исходе двадцатого века И соседствуют мирно на минулую И соседствуют мирно на белом листе Над весенней травою короткой И немецкая казка на черном кресте И звезда под пронитой пилоткой И немецкая казка на черном кресте И звезда под пронитой пилоткой В 2003 году на русском военном географическом суде Сенеж Мне довелось принять участие в экспедиции Баренцево море и берегам Новой Земли На поиски остатков печально-известных конвоев Уничтожено немецким флотом, подводными лодками и авиацией Почти полностью Это было грустное путешествие На борту я был там как геофизик Мы геолокации искали Сотра на грунте И на борту находились ветераны полярных конвоев Если кто не знает В начале сороковых годов Когда немцы выбили практически всю нашу авиацию На аэродромах И танки Которых у нас было гораздо больше, чем у немцев В начале войны Союзники помогали нам тяжелым вооружениям И вот эти конвои, как называли параваны Транспортов шли через Исландию Из Канады Из Северной Англии Во вход Атлантического океана Мимо Норвегии И дальше в порты Архангельск и Морбаса На пути их встречали немецкие подводные лодки Которые базировались в фьордах Норвегии И только после войны было установлено Что была база немецкой подводных лодок У нас на новой земле Которую войны так и не обнаружили И вот в июле сорок второго года Семнадцатый конвой Под охраной британских военно-морских судов Шел, значит, в Архангельск и в Мурманск И на середине пути По указанию, значит, британское адмиралтейство Охранение, боевое охранение Неожиданно бросило корабли И пошло Значит, там есть разное мнение Считают, что Тирпиц, так сказать, вышел Немецкий линкор знаменитый И они хотели, то ли они испугались Или пришли его откладывать Так или иначе Тихоходные гражданские суда Вооружен только легкими зенитными орудиями Были брошены на полный разор Фашистской авиацией И фашистским подводным лодкам Им был дан приказ рассредоточиться И самостоятельно идти в Архангельск Это был губительный приказ Практически почти все погибли А самые умные капитаны Они шли не в Архангельске морозы Они шли к берегам Новой Земли Не зная о том, что там уже тоже есть подводных лодок Их тоже уничтожили Мы именно туда и шли На борту были Три англичанина Участник проекта Им средний возраст 85-90 лет И они сейчас все уже пожилые умерли Нурбургские, естественно, были И американцы, и канадцы Но был еще один 90-летний немец Который топил эти конвои Бывший полковник Люфтваффе Красавец такой У меня вот есть книжка Вот здесь Моя книга есть, фотография У меня с ним есть И в фильме, естественно, он есть Увежденный совершенно фашист Мягко говоря Который, да, мы воевали за Великую Германию Мы не могли позволить, чтобы вам довезли тяжелое вооружение Он ничего не видел Он, значит, интересная личность Значит, он начал летать с 1936 года В эскадриле Кондор в Испании Потом он бомбил во время войны в начале Лондона и Ленинград То есть меня, поскольку это Вот Потом он командовал эскадриле торпедоносцев Это смертники, которые атаковали конвои Там на один полет В эскадриле погибло, он остался живой Ему довезли полукбомбардировки У него, он личный друг Геринга И все его грудь было вешано Всеми боевыми орденами фашистской Германии На фотографии он, у меня есть его фотографии Подали мне Вот, потому что одевательные сельцы Сейчас запрещали все это одевать Вот, вся нацистская символика Сейчас, слава богу, в Германии запрещена Вот, значит, дважды горел в небе Прыгался парашют, а он остался живой В 45-м году взят в плен Отправил лагеря под Воркутой Не зная русского языка, бежал трижды Трижды был возвращен, добавлен срок Изучил русский язык За сопряжливающий жесткий характер Был выбран языками старости барака Любимая песня широка, страна моя родная Вот, железный человек Горопил молоко там и водку после него И всякое такое Мысли подружились, значит, а он перевел на немецкий язык Моя песня, которую я сейчас покажу И поэму памяти конвоя эпоху 17 И все ушло хорошо Мы с нами по ремочке выбираем Но когда он остался, что я еврей Он очень расстроился Я ему очень нравился Он так не хотел, чтобы я был евреем Он говорит, Александр, он говорит А он до этого переводил песню мою Говорит, Александр, я перевел твою песню памяти конвоя эпоху 17 Там неправильные строчки есть Говорит, какие? Ты пишешь, что хорошо, когда нелетная погода Это неправильно Надо, чтобы она была ледная Это вам, сволочам, ледная, чтобы нас добить Морякам же наоборот Кажется, поля был Говорит Так, ну, когда вот Он стал принимать вури долг, узнав, что евреем Говорит, Александр долго молчал Говорит, может, только наполовину евреем? Тут я ему врезаю Говорит, как говорил твой дружок Геринчик Наполовину евреев не бывает Понял? Он вместо водки принял еще воедок И ушел спать в каюту, махнул рукой Поминальная молитва по морякам конвоев Была после возвращения в Ленинград Церкви Оптима Пустыни Вождей воинов На поле брани убиенных Прими к себе И память сотвори Нестройный хор звучит В церковных стенах Где пахнет свежей излистью внутри Здесь отпевают моряков конвоев Что сгинули отсюда, вдалеке Меж прочих, с непокрытой головою Стою я со свечкой в руке Забытые, припоминая, раны Под флагами союзных прежде стран Среди других согменных ветеранов Стою я, как будто ветеран Поскольку здесь мой дом сгорел Блокаду, в которой мне выжить довелось И сам я уроженец Ленинграда И Петербурга нынешнего гостя Знакомлюсь с детства Чаек этот гомон И монументов бронзовой рати Сюда и сам я Не в пример другому Когда-нибудь отправлюсь умирать А девушки поют в церковном хоре И вдалеке от питерской земли Шумит в тумане Багенцево море Погибшее скрывает кровь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Именно больше тонут венки Это те, кто закрыл вас собою Повалитесь за них моряки Это те, кто закрыл вас собою Повалитесь за них моряки Подобие черно-белого экрана Скупая ленинградская природа По улице проходит ветерана Солнцик меньше год от года Сияет медь, открытые окна в доме По мостовой идут они едины И сверху мне видны, как на ладони Их ордена, и сгорбленные спины С годами все труднее их марш короткий И слезы неожиданные душу От их нетвердой старческой походки От песенных, что разрывают душу И взвода не набрать в каждой роте Пусть не это затемнение в Ленинграде Они одни по-прежнему на фронте Они одни по-прежнему В возврате и в бае раз в году По крайней мере Переходят им снова, как когда-то Подсчитывать растущие потери Держаться до последнего солдат А где дымом от павших знален Малопробу от битвы жестокой Знам последний вчера пустер И вздувают родим Севастополь Израны молвит солдат Спотыкаясь на каменном спуске Этот город вернется назад Севастополь останется русским Этот город вернется назад Севастополь останется русским Над карманом испущенный флаг В небе весь романтичный станет В дороге будет последний моряк Горобельную лопту оставив И твердит, осмотря на захват И на берег покинутый узкий Этот город вернется назад Севастополь останется русским Этот город вернется назад Севастополь останется русским Что цепит наступающий год Снова нервы туманны близко Я стою в последний бельгод Покинающий Храдскую пристань Из чужих ищутых глазах Не скрывая непрошенной грусти Этот город вернется назад Севастополь останется русским Этот город вернется назад Севастополь останется русским Праздникам! 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 Дорогие друзья! Ладно! Ну! Посмотрим, что там за песка Посмотрим, что там за песка Спасибо вам большое за ваши песни Мы поем И наши дети поем Спойте, пожалуйста Давай пройдем Царское село Давай пройдем В царское село Где птичек на Василий перекрички А в прошлое попасть не тяжело Всего лишь полчаса на электричке Там статуи почувствовать тепло А что листов любовь там давним приятелем Давай пройдем Царское село Давай поем Некрашенные за землю дворцы Нестриженные за землю деревья Какие мы старую молодцы Что пройдем Ненужные качели вверх В каком краю тигры Невезло Без детства своего Ты всюду ведем Давай пройдем Царское село Давай пройдем В зеленом и летающем дымом Отец своих сегодняшних красных целей К утраченному миру своему Рубами остражен И коснулся Но кто сказал воспоминание зло Оставил эти глупости С соседям Давай поем Царское село Орух врачи Веселые вокруг Не станет неожиданно понятно Что кончился Не только жизни фрук И время Поворачивать обратно Увызер на земляное стекло И необычными ветвями Цвета нити Давай пройдем Царское село Давай поедем Пос 먼 Поворачивать тигры Еще С соседям Пока Без необычныеDo Соседям Соседям Безczyン Соседям Без нит Export которые Прäs அ Да, все же есть моя земля, теперь я знаю это точно, там за канавою проточной, где царскосельские поля, глухой обрезанной стеной, увенченной вороньем крикой, в аэропорте невеликом, где отъедают в мир иной, там меж деревьев вековых кружат окрестные метели, там у подножия старой ели приют родителей моих. Среди бездельных этих мест, осен Софии и Затрумии, где бакендовиды и креста существуют в вечном мире, в земле болотистой и грустной, чугунской, шведской или русской, на слоне сумрачного дня, подрощей чахлой и нечастой, в конце еврейского участка осталось место для гречи. Ага, три разных песни, даже четыре. Так, все хорошие, и все хорошие. Интересно, что он написал. Не, я знаю, ну, так сказать, ну, давайте, это самая песня смешной истории, песня, у меня есть фильм, есть серия, много лет писали театр, и как называется, я же не помню. Во всем случае, мне много лет пришлось... Театр всевословный. А, в театр всевословный, да. Вот одна из песен, написанная для театра, нет, это Геморгийской лады театра, после которой закрыли театр, разогнали, это был еще не хочет быть помят, первый секретарь подкома Ленинградского Григорьевича Романов, который, значит... Ой, я тоже был в Москве, мне он, достаточно простить, почти не мог, а вот театр разогнали, закрыли, уволили главного режиссера, замечательного режиссера Владимира Муищинского, и из-за песни про... А, пьеса-то была о 19-м веке, о том, как казнили народовольца Дмитрия Лизагуба в Одессе, и речь шла об губернаторе Одессы, на самом... Граффитом Левере. Да, но песню про революционную власть стала состоять отдельно, и многие годы... Это 81-й год был, и когда я попал в Атещу-то Союз, спойте, пожалуйста, вашу песню про Харьковскую область. У меня в Харькове... Как это? А вот у вас про революционную власть, я говорю, да нет, это же про прошлый век, это вообще... Не, не, мы знаем, спойте. Вот, и так далее, и тому подобное. Песня актуальности не потеряла, если бы в революционной власти. Но споем ее. Выделяться, не стараться вещей, Пусть смиряли свою кортежь и плоть. Ты живешь в тренероссийской губернии, Хуже места не придумал Господь. Без полезного возражать государству, А напрасно тратить ум свой дар свой. Государю и властям благодарствуй, Обгадают тебе крылья и сокол. Губернаторская власть Хуже царской Губернаторская власть уже царской Губернаторская власть уже царской До царя далеко, до бога высоко Ах, наивные твои убеждения И в базар введет бабушка цена Бесполезно призывать к пробуждению Не желающих очнуться от сна Не отыщешь от недуга векарства Хоть Христос весит со всеми на Пасху Не пройдешь народ ни лаской, ни тоской Вековечный не порушишь закон Губернаторская власть уже царской Губернаторская власть уже царской Губернаторская власть уже царской До царя далеко, до бога высоко Заливает освоено ваша милость Молодую жизнь губить не смеши Если где-то искать справедливость То уж точно, что не в этой глуши Не легко расстаться с жизнью барской С богатством родительской маской Восстатут тебе за нрав твой бунтовской Дом построит из дверей и окон Губернаторская власть уже царской Губернаторская власть уже царской До царя далеко, до бога высоко Большая надежда именно на это Потому что все-таки она будет всегда существовать Как она всегда под разными названиями и существовала Правда? Спасибо вам большое Песня о полярных летчиках Песня о полярных летчиков Песня о полярных летчиках Но в маленькой гостинице ползает и темно. Командир со школы манят, ботин припынул шпалой, Голову рукою подопрёт второй пилот. Подтянувши струны, старикой гитарой, Средом бортный марикет тихо надпоёт. Подтянувши струны, старикой гитарой, Средом бортный марикет тихо надпоёт. Эту песню грустную позабыть пораду, Как глухопоторы и сердца зачеплены. Снова терять с берега, снегу и туман, Снова ночь нелёная, даже в луны. Снова терять с берега, снегу и туман, Снова ночь нелёная, даже в луны. Лысые романтики, воздушные молодяги, Наша жизнь мальчишеская, вечная кота. Прочь, послуганите вы, выдай твои фляги, Ты, метеослужба, нам счастья не гадай. Прочь, послуганите вы, выдай твои фляги, Ты, метеослужба, нам счастья не гадай. Солнце незаконное, и тёмный ветер звездно, И что у вас послужно, сласковавшихся руках, Ждите нас, не встречи, школьницы ревенские В маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, не встречи, школьницы ревенские В утренних асфальтовых южных городках. С праздником! Когда вы будете в альбоматор? Но пока что-то не получается, Что-то в альбоматор народ на меня не ходит. Все хотят ходить, сходят сюда. Это вот, наверное, достаточно. Кроме КДС, где будут юбилейные концерты? Значит, в премьерство отрец 20 съездов КДС, где будут юбилейные концерты, 29 марта. Здесь 22-23, два дня подряд, да? Спасибо за дело. Концерт от 27 штата, два митературных, КДС, в 27-м. Все, будет нормально, да? Вот, значит, красный каблевет. Совершенно другая тема. В лесбе встречались немало лет, Но после того, как погасли, Она переехала в новый свет, Где и живет сейчас. Она, выйдя замуж за спирика, Переехала в новый свет, Купила стремительный, как река, Красный каприколеп. Из нее там виделись пару раз В обочерк чужих дорог, Она за очками щурила глаз, Глядя куда-то в бок. И наша встреча была пусто, Как облетевший цвет, А рядом стояла в нее мечта Красный каприколеп. Красный каприколеп. В дежуре листья бери в стекло, Время вперед текло, Я всегда вспоминаю о ней тепло, Оно почему-то зло. Я ей благодарен за те года, Оно почему-то нет, Несмотря на то, Который горданик, Раз в декабре, Оно почему-то нет, Который горданик, Оно почему-то нет, Будет счастлив в пути всегда, Раз в декабре, Оле. Спасибо. Попиться, напишать песню, Время по всему времени. Спасибо. Ну что, господа, у нас, значит, Первое отделение подошло к концу. Давайте, все-таки, Вернувшись к теме Нашего сегодняшнего вечера, Я спою еще одну песню, Подвещенную памяти Наших славных моряков, Которые погибли уже в мирное время, Когда вообще погибать не надо. В памяти подводной лодки Курска. И не только моряков, Наши солдаты. Наша держава, Как судно сбивается с курса, Веке приходящий, Как прежний, Тревоженный век, Вечный покой Моряков Затонувшего Курска. Вечный позор Адмиралов Покинувшенных. Вечный покой Моряков Затонувшего Курска. Вечный позор Адмиралов Покинувших. Вечная память Слово жить между собой Мучительно ссорить Спорить о том, что такое Свобода и честь Мир поделён на потомкову Тративших совесть И на людей, у которых Она ещё есть Мир поделён на потомкову Тративших совесть И на людей, у которых Она ещё есть Бой барабан ударит в пустовые уши Стрелки дамы сердца поведут за собой Бой продолжается вновь на воде и на суше Самый последний и самый решительный бой Бой продолжается снова в свою душу Самый последний и самый решительный бой Наша держава, как судно сбивается с курса Вверх приходящий, как прежде тревоженный в них Вечный покой, барикан затронувшего курска Вечный позор, адмиралам покинув живых Вечный покой, барикан затронувшего курска Вечный позор, адмиралам покинув живых Спасибо.